МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Присоединился Алексей Потапский, секретарь Одесского городского совета. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мы вам сразу покажем сюжет, который мы вчера показывали нашим общественным активистам. Хочется услышать ваше мнение. Наши корреспонденты проводили свой эксперимент на пляже. Прошу вывести материал Никиты Островского. Для начала мы пошли на рынок, чтобы купить нашу первую партию товара. Выбирали там, где подешевле. Немного поторговались. 6 гривен, Качанчик. 6 гривен. А вкусная? Да, сладкая, но не очень. Мы хотим сейчас взять штучек 10, но если бы мы брали не 10, а 100 или 150, за сколько мы могли бы купить в целом? Это в зависимости от количества. От 4 до 5 рублей. Давайте там штучек 10. С вас 45 гривен. По совету продавщицы мы варили кукурузу самым простым способом. 15 минут, ничего не добавляя. Взяли с собой пластиковую посуду и немного соли. В первые же несколько минут у нас купили сразу 4 порции. Затраты мы уже окупили и даже немного заработали. 4,80, да. Спасибо за деньги, но это эксперимент в думской ТВ, я журналист, так что приятного аппетита, денег нужно. Спасибо. Правда, сразу после этого торговля остановилась. Меня позвали двое других продавцов с номерками на поясе. Далее встреча уже с начальником. По дороге нам рассказали, что на пляже торгуют сразу несколько групп продавцов. Все в разной одежде и все от разных людей. Когда мы дошли до места назначения, нам предложили работать на Армена. Паспорт оставишь у нас, вечером заберешь. Торгуешь всем, тебя никто не трогает. Тебе там беджик, тебе там форму. Паспорт у вас надо забирать. Паспорт останется утром, вечером товар даешь. Тебе дается наличка, разминка, тебе дается товар, тебе дается форма. Вечером приходишь, сдаешь кассу и паспорт забираешь. В итоге заработать самим нам не дали. В мэрии заявили, что предприниматели хоть и могут иметь разрешение на торговлю, но к городской администрации точно никакого отношения не имеют. Никита Островский, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ. Ну что, Алексей, как представитель городадминистрации, что вы можете сказать, где патент брать? Ну, я все-таки не представитель городадминистрации, а все-таки представитель Одесского городского совета. Что такое городадминистрация, я не знаю. Ну, что могу сказать? Ну, безобразие, конечно. Это работа, очевидно, и для департамента муниципальной безопасности, и работа, очевидно, для полиции, потому что, безусловно, это все незаконно. Понятно, что они могут ссылаться на кого угодно, но город не выдает никаких патентов, и я думаю, что город к этому не имеет никакого отношения. Ну, и более того, формат оставьте паспорт, а вечером заберете. Ну, это, да, это попахивает такими, да, наверное, лихими девяностыми. Почему попахивает? Тут прямо люди говорят, что будешь вовремя, и кто тебя не трогает. Да, смотрите, каким образом можно сейчас эту ситуацию рассматривать? Безусловно, что нечистоплотность, непонятно, чем торгуют, и все понятно. Так, здесь я хочу сказать, что в высокий сезон, в горячую пору город не дозарабатывать. Это упущенная прибыль муниципалитета. Это можно так рассматривать? Ну, я не думаю, что это для города в данном случае, это мелкий бизнес. Таким бизнесом город не должен заниматься. Это бизнесы непосредственно частных предпринимателей, те, кто оформляется СПД и согласно законодательству имеют право торговать. Но, наверное, нужно, если это продукты питания, наверное, нужны какие-то санитарные книжки, какие-то нормы. То есть, если их соблюдать, то, наверное, любой имеет право торговать, в том числе и вдоль моря. Я думаю, что это не запрещено. Почему муниципальная безопасность не реагирует и не интересуется такими моментами? Нашего корреспондента заинтересовал вопрос, а на каких основаниях продают еду на пляже? Он отправился и провел эксперимент. Чем занимается муниципальная безопасность? Чем занимаются профильные департаменты? Ну, вот это хороший вопрос. Чем я не занимаюсь? Я думаю, теперь у депутатского корпуса тоже есть возможность задать вопросы на ближайшем, я думаю, аппаратном совещании. Депутаты воспользуются этой возможностью, зададут вопросы руководителю департамента муниципальной безопасности, а что, собственно говоря, у нас на пляжах происходит, и что это за сюжеты мы видим по телевизору в нашем замечательном городе. Ну и коммунальное предприятие побережья, которое отвечает за пляжи, неужели они не знают, что происходит на пляжах городских? Ну, коммунальное предприятие, все-таки у него немного другое направление. Увидеть они могли и обратиться к депутатам муниципальной безопасности? Ну, безусловно, могли, безусловно, могли, но тут вопрос уже, я же говорю, вот то, что я видел сюжет, это однозначно тут и, думаю, и в том числе не только для муниципальной безопасности, но и работа для полиции есть. А что вы в этом смысле, вот посмотрев этот сюжет, намерены или не намерены предпринимать? Вот лично вы. Я со своей стороны думаю, что я могу связаться с профильным вице-мэром, который курирует данное направление, и задать ему этот вопрос, для того, чтобы он инициировал проверку по своему направлению, либо я могу с письменным запросом к нему обратиться, для того, чтобы он, собственно говоря, занялся решением этого вопроса. А как вы считаете, что он может сделать в этом смысле? А он может вызвать своего непосредственного подчиненного, руководителя департамента муниципальной безопасности. Да, кошка за мышку. Ну, а дальше, собственно говоря, если они должны будут все равно провести какую-то работу и дать подготовить ответ, дальше этот ответ, собственно говоря, мы можем там предоставить, и для этого, собственно говоря, любой может обратиться с таким запросом, а мы предоставим этот ответ, и вы сможете в том числе показать его здесь у себя на телевизионном канале. Ну, вы бы хотели увидеть какую-то обратную реакцию? Словно, но по практике очень редко, когда к нам приходят депутаты, либо представители Одесского городского совета, обещают дать запрос и принести ответ, ответ обычно не приносят. Ну, я думаю, давайте подготовим запрос. Собственно говоря, любой, в том числе, любой человек может подготовить запрос, и мы обязаны, будь то исполнительная власть, будь то городской совет, мы должны будем в течение определенного срока подготовить на него ответ. Наши корреспонденты обращались в Одесский городской совет, все, что они получили в ответ, это люди, которые, возможно, имеют разрешение на торговлю, но к нам они не имеют никакого отношения. Именно есть такой письменный ответ, да? Не письменный, в формате интервью. Ну, надо подготовить письменный, потому что все-таки документ есть документ. Просто хотелось бы увидеть какой-то результат, когда начнут работать и разбираться в ситуации. Ну, я думаю, безусловно, я считаю, что однозначно надо разобраться в этой ситуации. Ну, такие вещи, это позорит наш город. Это такой, ну, это вот очень мелочные такие вещи, но они... Нет, я не знаю, что мелочные вещи, но давайте обратим внимание. Здесь очень важный момент. Вместе с кукурузой скоро начнут торговать кредитами и людьми. Ведь изъятие паспорта, основного документа, это, ну, можно было бы говорить, это решение Конституции. Тут не надо смешивать. То есть вопрос, да, есть какие-то нечистоплотные предприниматели, берут себе людей, по сути, в рабство, да, берут залог паспорта. Так я же говорю, торговлю нечистоплотно. Нет, я говорю, это нечистоплотно, да. Но вот такие моменты, собственно говоря, должны в первую очередь... И в первую очередь этот вопрос, опять же, к полиции уже. Кто это, собственно говоря? Ну, опять же, те реализаторы, которые не обращаются, значит, их все устраивает, значит, они понимают, что считают, что это нормально, что можно кому-то в залог оставлять свой паспорт. Что ломбард, что ли, и берут там, ну, когда берут там в прокат... Разве паспорт в ломбарде оставляют? Ну, я, может, я, 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 я знаю, бывает, когда какие-то дорогую технику сдают в прокат, там, какие-то скутеры или еще что-то, бывает, они тоже требуют паспорта. То есть, по предъявлению, то есть, дорогие вещи сдаются в ломбард по предъявлению паспорта, но они остаются. Я говорю про прокат, когда прокат каких-то... И все равно это нарушение является. Что-то тоже незаконно. Ну, тем не менее... Потому что можно сделать с ломбардом паспорта, можно сделать все что угодно. Тем не менее, тем не менее, просят, это касается... За 90-е годы мы брали видеокассеты под залог паспорта, помните? Ну, я еще тогда был школьник, у меня не было паспорта. А у меня был видеопрокат. То есть, вы это делали? Нет, я шучу, конечно. Да. Ну, нет. Делись, да или нет? Пожалуйста. Алексей, как вы считаете, насколько вообще уместно в Одессе в курортный сезон устраивать вот такую торговлю? Ну, вы понимаете, есть такие вещи, вот как такая торговля, наверное, как есть, как проституция, есть еще какие-то вещи, которые вот... Их сложно побороть, да, потому что они есть. И любой из нас был, кто не только в Одессе, а в других городах, я не говорю, там, забугас, а взять любую, там, любые... Ну, я не... Даже, наверное, во многих странах Европы, в Азии это тоже многое, где есть. И я был, я видел, где ходят люди, вдоль моря продают там креветки. Я вот не помню страны Европы, с Азии, согласен, мы в Европу идем. В морепродукты. Ну, мы идем в Европу, но мы же еще... Ну, показательно цепляем Азию. Да, но мы все-таки находимся практически на границе между... Видимо, что-то у нас есть такое, и нам тяжело от этого избавиться. Но это, на самом деле, это проблема многих стран, и не только Украины. Да, с этим надо... Ну, опять же, бороться с чем? Ну, только что надо ли бороться. Опять же, бороться с чем? Если человек оформил соответствующие документы, у него есть свидетельства частного предпринимателя, есть какие-то на руках санитарные книжки, он законно купил эту продукцию, там, он ее продает, это его право, собственно говоря, он имеет на это право. Второе дело, что если кто-то там приходит, какие-то братки начинают его крышевать, там, ты нам паспорт, это, то, конечно, это уголовщина, и с этим надо, безусловно, это надо пресекать. Таких вещей быть не должно. Можно ли проверить хотя бы людей, которые торгуют на наличие санитарных тех же книжек, и проверить качество продукции? Потому что мы помним прошлый год и катастрофа, которая произошла в Измаиле. Ну, смотрите, у города таких полномочий нет. Это есть у нас... У нас же есть служба... Сейчас она не СЭС называется, сейчас поменяют очень длинное название. У них произошла реорганизация, но, тем не менее, сегодня я даже не знаю, имеют ли они право проводить просто рейды или проверки, но по заявке, то есть любой гражданин, собственно говоря, покупающий продукцию, наверное, может спросить, есть ли у вас элементарно санитарная книжка, покажите, что вы продаете, вы руками что-то тут достаете, насыпаете, вы элементарно там здоровы, нет? Ну, вот в том-то дело, что люди все равно покупают, несмотря на отсутствие. Это наш менталитет. Может быть, работать с людьми? Это наш менталитет, поэтому, опять же, работать с людьми как? Через средства массовой информации, да, доносить им какие-то вещи. На коммунальных пляжах могут ходить люди и рассказывать, что этого делать не стоит. Что правильно, что неправильно. Но это рынок, это для кого-то, на самом деле, вот кто так, может быть, ходит, для каких-то там бабушек и дедушек, это, может быть, основной источник какого-то существования, вот в сезон заработать каких-то денег. Ну, я не видел там, не бабушек и дедушек, там ходят молодые ребята. Ну, где молодые? Есть молодые ребята, но, наверное, есть не только они. Понятно, что люди идут на такую работу, наверное, не от хорошей жизни. Мы же должны это с вами тоже прекрасно понимать. Ищут любые способы заработать, ну, достаточно тяжелое такое наше время сегодня. Но вопрос в том, что и мэр города Геннадий Труханов, и Одесский городской совет не раз декларировали намерение бороться со стихийной торговлей. Это тоже своего рода стихийная торговля? Да, да, ну, вы видите, в городе, в принципе, борьба, можно сказать, успешно идет. Нет, я не вижу. Ну, почему все-таки становится меньше таких... Меньше лотков и больше будок. Меньше лотков, меньше становится... Больше будок. Ну, мне сложно сказать, я их не пересчитывал. Я пересчитывала только у меня на районе, поэтому сейчас два раза больше. Не будем считать лотки и будки, у нас есть звонок через зрителя. Любой зритель телеканала Думская IT может дозвониться в наш прямой эфир. Номер телефона на экране. Здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Николай. Вот хотел бы задать вопрос. На пляже Лонжерон стоят палатки. Так будет под акцизным товаром. Пиво, водка, сигареты. Есть ли какие-то разрешения у меня? Спасибо, Николай, за вопрос. Алексей, есть у вас информация? Что касается пива, это не под акцизный товар. Пиво не под акцизный товар, а что касается более крепкого алкоголя и сигарет, то надо требовать у продавцов, собственно говоря, лицензию. Если у них есть лицензия на торговлю, то, соответственно, они делают это законно. Если нет, то что следует? Первое, не покупать, потому что происхождение товара под сомнением прежде всего. Тогда надо звонить в полицию. Наши корреспонденты уже звонили в полицию, когда их выгоняли с одного из заведений, где они попросили книжку и документы на разрешение на торговлю. Послушайте, дорогу осилит идущий. Да, понятно, раз там будет выгонять, два, там будет еще что-то, но на самом деле это работа полиции. Надо их каждый день, если их мучить этими вопросами, заставлять выезжать на место, значит, если у них будет шквал таких запросов, шквал таких звонков, они не перестанут. Они не перестанут, они все равно обязаны реагировать, они лучше, на самом деле, если сравнивать с работой, которая была до и после, все-таки новая полиция реагирует. Решает, доводит ли до конца, это другой вопрос. Но первичная реакция, будем говорить объективно, стал лучше. Выезжать стали, быстрее приезжать стали. Не всегда приезжают, скажу честно, сам сталкивался с тем, что полиция едет долго или не всегда может приехать. Но, тем не менее, работа улучшилась. Да, надо их мучить, это их работа. Они должны реагировать, тем более, по работе с акцизными товарами, там достаточно серьезный штраф из-за этого. Ну, условно, полиция, я с вами согласна, тоже не раз, и как журналист, и как гражданин Украины вызывала полицию. Действительно, да, была проблема во времени, пока они приехали, но всегда приезжали. Возвращаясь к стихийной торговле, говорите, что борется все-таки городская власть с ней. Где? Ну, вы знаете, из последних примеров, достаточно идет такая сложная борьба со стихийной торговлей в районе площади Деревянка. Вы знаете, там достаточно все тротуары в этом районе площади обсижены людьми, которые ведут прямо с асфальта торговлю. Ну, тоже самое дом мебели. Собственно, та же самая история происходит примерно, как и на пляже. Тоже под видом людей, для которых это, типа, последний кусок хлеба, тоже организованные люди организовывают эту торговлю. Ну, что, и там как раз достаточно много пожилых людей. Да, но я-то понимаю, что там та же история, что они работают, видимо, под какой-то крышей, и с ними достаточно сложно справиться. То есть сегодня город встретил такое организованное сопротивление. Что оно выражается? Ну, люди там отказываются уходить, отказываются уходить и нарушать, скажем так, правила общественного порядка. Потому что, собственно говоря, опять же, торгуют они без всяких документов. Вот они ставят там 2-3 коробки, да, там раскладывают какие-то овощи, фрукты, еще что-то там. Ну, я детально не знаю, но достаточно много разной продукции, в основном сезонной. И у них нет никаких, какие у них есть документы? У них ничего нет. Предъявить они ничего не могут. Сегодня они препятствуют проезду колясок, невозможно там не проехать. Рядом проходятся какие-то небольшие грузовички, то есть создаются какие-то заторы. Вся улица, вы знаете, улица Ицхак-Рабина от площади Деревянка до Малиновского, по ней же невозможно проехать. Это такой, по сути, превращается в какой-то торговый квартал, где машины уже почти поперек вот так становятся, значит, из кузовов там что-то торговать. Нет, это все надо, на мой взгляд, это все надо заканчивать. Пожалуйста, через дорогу есть рынок. Переходите, работайте туда. Организованы какие-то условия, свет, вода. Ну, возможно, люди просто не тянут аренду. Что касается рыночного сбора, это отдельный разговор. Ну, по крайней мере, ну, опять же, мы говорим о том, что мы хотим быть цивилизованными, да. То есть я считаю, что торговля с каких-то картонок посреди улицы, это не есть цивилизация. Ну, а вы считаете, что цивилизация, установка вот этих вот будок, которые сейчас появляются на каждом шагу? Я не считаю, это я не поддерживаю. Я говорю конкретно за пример на улице Исхак и Рабина, там сделан организованный рынок. Ну, там всегда был рынок, там у меня вопросов нет. Когда-то его, в моем детстве, там его не было. Ну, там была какая-то парковка, но, по крайней мере, да, там уже давно сложившийся рынок, он имеет определенные границы, он имеет, там, заезд, даже какую-то парковку. Уйду туда работать, я считаю, для всех будет плюс. А, это вопрос санитарии, это вопрос, опять же, возможности проезда по улице Исхак и Рабина, потому что сегодня проезд затруднен. Это объективно, потому что там паркуются, мало того, там газонов уже нет, там на газонах стоят эти грузовички. Ну, ваши журналисты там были, вы знаете прекрасно эту ситуацию. У нас есть еще один звонок, здравствуйте, вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Добрый день, мы слушаем вас. Да, я слушаю. Я хочу задать вопрос. Я понимаю, что на картонках, я не торгую, сразу говорю, на картонках торговать не в свою зону. А какая арендная оплата за полметра в стойке? Если там старушка вырастила на даче ведерко огурцов, так ей надо пять ведерок продать, чтобы оплатить аренду. Вы как-то контролировали это самое, эти базарные сборы. Какой идиот тогда базар и в частные руки, когда это можно поставить нормального директора и сбор в город. Мы слышали ваш вопрос, спасибо за звонок. Вот то, о чем мы говорим, что действительно очень многие просто не способны оплачивать аренду. Ну, я согласен. Здесь есть, ну, опять же, я считаю, что все-таки большинство людей, которые там продают, это все-таки уже, наверное, перекупщики, это организован. То есть люди, которые уже работают там, продают за зарплату. Да, наверное, есть какой-то процент людей, которые там выращены на свое, с огромным сложно. Я, слабо говоря, вот я не верю, слабо, мягко выражаясь, я не верю в то, что четыре бабушка ведра огурчиков вырастила и пошла продать. Они стоят там постоянно. Ну, вот о чем я хочу закончить мысль. Ну, большинство, действительно, я уверен, возможно, единичные какие-то там есть такие люди, но большинство это уже работают реализаторы на зарплату, под видом, собственно говоря, крестьян. То же самое на привозе. Ну, практически все люди это профессиональные продавцы. Те, кто выращивают, им надо будет с утра до вечера, как говорится, в поле для того, чтобы этот урожай вырастить. Им нет времени торговать. Они, собственно, заняты на производстве. Поэтому я думаю, что это все коммерция определенная. Там есть наверняка тоже те, кто собирают с них какую-то дань. Я уверен, что эта дань наверняка тоже, опять же, нелегальная. Это все черный нал. Ну, я на 99% в этом уверен. Поэтому, если мы это все приведем в какое-то правовое поле, я думаю, от этого все только выиграют. Да, возможно, конечно, тем, кто там работает, определенной той структуре, которая там сформировалась, конечно, и болезненно, что сейчас, грубо говоря, есть право легальная форма. А мы тут собирали с кого-то деньги нелегально. Они подстрекают людей к бунту, которые сегодня там люди выходят, там что-то перекрывают, недовольны. Вот есть, понятно, там звонки в студию каких-то людей, сочувствующих. Но на самом деле мы же понимаем, что за этим стоит явно какой-то организатор, который манипулирует. Ну, Лиза, не за каждым стоит. Я могу привести вполне конкретный пример. Черемушкин. Я подтверждаю, что там есть какое-то количество людей. Но, опять же, на 90, я думаю, процентов это все-таки там реализаторы. Черемушки. На протяжении многих-многих лет люди из соседних сел одни и те же привозят свой урожай. Все окрестные дома знают прекрасно и приходят к ним покупать. Они приезжают раз в неделю, потому что люди сами выращивают. Вы говорите за тех, кто раз в неделю. А там же это что-то рада. А там же с утра до вечера это происходит. Выгнали и поставили 8 новых будок. Вы говорите все равно. Генерала Петрова. Генерала Петрова. Между Якирой радостный. Ицхак Арабиной радостный. 8 будок. Рядом один рынок и два больших супермаркета. Ну, слушайте, я понимаю, что, опять же, им точно так же, да, у тех, кто там торгует, предлагают приходить работать. Цена аренды. Вопрос аренды. Ну, послушайте, ну, опять же, ну, по другой стороне им предлагают более цивилизованные формы. Да, есть какое-то это помещение. Его надо построить. Да, там точно так же нет ни воды, ни света, ничего. Нет, свет там есть. Ну, свет, возможно, есть, да. Свет есть. Что касается коммунизации, это то, с этим проблема одна значит. Есть какие-то документы на это. Ну, то есть, по крайней мере, это все равно. Но, опять же, мы с вами говорим о чем? Мы хотим жить более цивилизованно. Ну, жить более цивилизованно, оно стоит тоже, наверное, дороже, да? То есть, если так, ну, если... Смотрите, как хорошо. Вот я думал, не даем до этого. Вы сами предложили эту ветку разговора. Посмотрите, откуда покупательная способность складывается из возможности заработать народное население в рамках страны. Легально заработать. Большинство людей, которые проживают в том районе, они не олигархи, не бизнесмены. Это просто простые рабочие люди, которые каждый день идут на работу, выполняют какую-то свою задачу. Теперь, внимание. Покупательная способность у них определена, допустим, единицей. Что мы видим сейчас? Их устраивает то, что к ним приезжают раз в неделю крестьяне и продают свой товар. Они могут позволить себе. Для них это альтернатива. Не супермаркеты, которые есть, не рынки, которые они знают о существовании. Там ценообразование совершенно другое. А обычные люди без наценки. Что вы сейчас предложили? Я понимаю, что дороже жить, но мы не можем себе это позволить. Я не могу себе позволить жить дороже. Здесь получается ситуация очень страшная. Цена на товар будет дороже. Тот человек, который нелегально на зеленой зоне за взятки городскому совету, какому-то там чиновнику городского совета поставил будку, а теперь с помощью милиции загоняет туда людей, кто больше преступник? Те люди, которые приводят раз в неделю или сотрудники городского совета, чиновники городского совета, которые позволили поставить эту будку на зеленой зоне? Ну, да, мы такой вопрос непростой задали, но на самом деле, я, ну, знаете, так вот, вы уже так совсем сгустили краски, что там прямо... А почему сгустили? Ну, посмотрите, кто живет там? Какая задолженность поднимите в том районе по коммунальным платежам? Сколько там ОСНД создано? У нас еще телефонный звонок есть, поэтому, Алексей, буквально через секунду ответим на этот вопрос. Звонок от телезрителей. Добрый день, вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый день, мы вас слушаем. Скажи, пожалуйста, я по Таунскому этому углу обратиться напрямую или нет? Да, пожалуйста, Алексей вас слушает. Я вас слушаю, да. Так, слушает, я смотрю по телевизору, он не слушает меня. Я вас слушаю внимательно. Алло, добрый день. Добрый день. Я живу на поселке Котомске. Прекрасный, красивейший поселок. Красивейший. И вот от площади, от улицы Добровольского до Днепродороги выкапывают деревья и застраивают магазинчиками. Ну, однотипными магазинчиками. Что, не хватает территории, рынка, рынка початок не хватает. Надо застроить зеленую трубу в обязательном порядке. Благодарим вас за звонок. Я хотел бы еще раз свою позицию прояснить по этому вопросу, потому что, может быть, неправильно понимаю. Я не приветствую вот те будки, которые у нас ставят. Но если выбирать между будками и торговлей из картонок, то я выбираю, конечно же, логики, потому что это, я считаю, более цивилизованно. Но я не приветствую те будки, которые в огромном количестве заполонили наш город. Это моя личная позиция как человека, как одессита. Но, опять же, мы начали разговор с нелегальной торговлей вот таких вот хаотичных рынков. То я считаю, конечно, лучше, чтобы они были в рынках. Вот такой я привел пример на улице Исхак и Рабина. Именно касательно рынков. Что касается будок, которые там хаотические, ими там застраивают какие-то углы, там, на генерала Петрова, Филатова, Гайдара. Я же знаю тоже... Вот точно такие же будки поставили. То я, это, безусловно, я не приветствую такие варианты. Ну, то есть, так же я не приветствую, если на их место будут приезжать какие-то грузовики, заезжать на газон и точно так же там торговать с колес. Потому что я понимаю, опять же, что потом грузовик, который туда заедет, он туда врастает уже колесами. Вы сами видите, знаете, таких примеров немало. Технологии известно, да. А вы понимаете, с грузовиком другая ситуация. Его невозможно эвакуировать. Нет ни одного основания для того, чтобы его забрать. Можно сегодня припарковаться и начать вести торговлю. Вы его никак не заберете. Полиция не найдет ни одного основания правового, чтобы его забрать. Поэтому это все вот такие вот, это все проблемы вот таких вот, может быть, не до конца регулированности нашего законодательства. И вот поэтому все эти такие извращенные, скажем так, формы торговли у нас до сих пор не только в нашем городе присутствуют. Мне до сих пор интересно, где же тот курс на демофизацию города, если у нас появляются новые и новые мафы. Я думаю, знаете, что вот сейчас Киев проходит, вот в Киеве, они вышли уже, скажем так, на следующий этап борьбы. Они прошли раньше этот этап строительства мафов. Тех, по-моему, они уже наконец поняли, что эти мафы полностью уничтожают город с какой-нибудь эстетической точки зрения. По-моему, вот они наконец уже, они, видимо, на несколько лет впереди нас развиваются. И поэтому они сейчас наконец начали вот какую-то борьбу с мафами. Я думаю, что мы рано или поздно придем к тому, что сейчас вот эти вот мафы, скажем так, которые были разных архетипов, да, вместо них делаются вот такие вот одинаковые какой-то цвет оранжево. Только два раза больше. Оранжево, да, ну, мне сложно сказать. Почему тогда вот вместе с мнением визаево количество? Я думаю, что на самом деле придет время, там, может быть, год, два, три, и мы от этого будем уходить. Потому что, безусловно, вот эти будки, они, во-первых, на мой взгляд, полностью убивают рынок коммерческой недвижимости. Потому что сегодня, вот если вы являетесь владельцем какого-то, да, фасадного офиса, у вас перед окнами, там, через 10 метров поставили маф, и вы уже вроде не фасад. Вместо вас фасад уже какая-то будка. Поэтому, безусловно, я уверен, что мы когда-то к этому придем. К сожалению, сейчас, ну, вот оно, вот, наверное, мы находимся на таком этапе эволюции. Просто странная ситуация. Года два или два с половиной назад мэр Геннадий Труханов сказал, что мы боремся с мафами и будем их убирать, и обязательно решим ситуацию. А спустя два с половиной года их становится в два раза больше. Ну, мне сложно сказать по поводу количества. Я их, честно говоря, ни разу не посчитывал. Может, вы, как журналисты, ведете. Я на конкретных примерах, на конкретных улицах, где стоял один, его убрали, поставили 5-6. Я могу только сказать одно, что они становятся, по крайней мере, более упорядочены. То есть, такого хаоса, как был раньше... Они становятся более, вот тут правильно, а уже более упорядочены. Есть еще звонок от наших телезрителей. Добрый день, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло. Да, добрый день, мы вас слушаем. Добрый день, но я не вижу. Я хочу обратиться к ведущим и к Алексею Потапсу. Да, да, мы вас слушаем. Здравствуйте, я вас слышу. Да, я хочу сказать, что никаких фиосков, никаких будок не должно быть в городе, потому что, во-первых, у них там нет туалета. Они все оправляются на ведра, потом это все выливается тут же рядом, где-то под кустиком. И все, это просто зараза и антицинвитария. Вот это мое такое мнение. Благодарим вас за звонок. Услышали мы вот то, о чем мы, собственно, говорили в течение этого получаса. Алексей, благодарим вас за то, что пришли сегодня к нам. Секретарь детского городского совета Алексей Потапский был нашим гостем. Прервемся на выпуск новостей, после вернемся в студию и продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно.